здравствуйте друзья сегодня мы с вами поговорим о теоретических основах работы умного дома а конкретнее о сетях передачи данных и взаимодействие устройств эта тема была выбрана путем голосования на сервисе patreon людьми которые поддерживают мой канал по своему опыту скажу что вопросы как раз по этой части самые распространенные у новичков поэтому я постараюсь ответить на самые распространенные из них доступно и понятно начнем с белого листа и по шагам будем продвигаться по тернистому пути обучения интернет всемирная система объединенных компьютерных сетей для хранения и передачи информации ней функционирует множество различных сервисов включая всемирную паутину world wide web глобальная сеть построена на базе стека протоколов tcp ap представляющую собой сетевую модель которая описывает способ передачи данных от источника информации к получателю не будем углубляться дальше в технические детали продолжим доступ в интернет предоставляет одна из специализированных компаний называемых интернет-сервис провайдер именно в его задачу входит обеспечение так называемой последней мили это соединение между оборудованием провайдера вашим устройством тут тоже есть много вариантов но как конкретно организовано это подключение для темы этого урока существенного значения не имеет и вот наконец мы добрались до точки входа в нашу внутреннюю сеть устройство которое связывает локальную домашнюю сеть с внешней сетью интернет она известна под названием роутер еще варианты названия роутер и рутер и так далее роутер одно из ключевых устройств не только домашней сети но и системы умного дома физический разъем правильнее сказать порт роутера предназначены для подключения кабеля от провайдера обычно маркируются отдельным цветом и называется ванн в отдельных моделях устройств их может быть более одного внутреннее устройство роутер объединяет локальную сеть физически это осуществляется обычно двумя способами первый при помощи проводов порты с надписью lan на роутере зависимости от модели их может быть от 2 до 8 или даже больше эта технология называется ethernet скорость передачи данных при использовании такого типа подключения для ботовых роутеров составляет 100 или 1000 мегабит в секунду кстати говоря в большинстве случаев порт для внешнего подключения ванн используют ту же технологию максимальное количество устройств физически ограничено количеством портов проводное подключение нужно закладывать для стационарных устройств которые они планируются переносить с места на место такие как настольные компьютеры камеры видеонаблюдения смарт-телевизоры и тому подобное проводное подключение наиболее надежно из доступных домашних условиях поэтому я рекомендую все устройства которые технически можно подключать по ethernet именно так и подключать увеличение количества устройств или как говорят телекоммуникациях расширение емкости сети можно при помощи сетевых коммутаторов которая содержит дополнительные порты ethernet обычно от 5 и больше использование коммутатора оправдано и в другом случае например когда есть необходимость постоянного обмена большими объемами данных внутри локальной сети например между компьютерами сетевым хранилищем нас чтобы разгрузить от этого центральный роутер ведь это может сказаться на качестве предоставления доступа другим устройствам сети что касается видеонаблюдения то тут очень удобно использовать камеры с поддержкой технологии power over ethernet которая передает и данные и питание по одному и тому же проводу то есть местах установки камер нет необходимости проводить розетки питания для этого нужны или специальные коммутаторы с поддержкой этой технологии или сетевые видеорегистраторы это сочетание сетевого коммутатора сетевого хранилища и системы управления видеокамерами объединяющие их и хранящие записи в одной точке второй способ подключения к роутеру это беспроводная радио сеть вилан наиболее распространенная конечно же вай фай свою очередь этот тип можно разделить по используемой частоте 2 и 4 и 5 гигагерц сеть 2 и 4 гигагерца имеет большую дальность действия но меньшую скорость на сегодняшний день это до 300 мегабит в секунду в перспективе до 450 сеть 5 гигагерц имеет существенно меньшую дальность это чистая физика длина волны но зато на порядок большую скорость которая может достигать более 3 гигабит в секунду подключение по вай фай на сегодняшний день используется намного шире я имею ввиду конечно домашние случаи использования не промышленные ведь это так удобно никаких проводов и полная свобода доступа причем многие устройства чисто физически не имеют портов для проводного подключения принцип же выборов какую сеть подключаться предельно прост если есть возможность использовать 5 гигагерц то несомненно нужно подключаться на этот диапазон сравнительно с ethernet вай фай менее надежен так как более подвержен влиянию внешних факторов это и затухание сигнала из-за расстояния и стен помехи создаваемая работой устройств и соседних сетей вай фай особенно в многоквартирных жилых домах кроме этого у вай фай не такой явный как у ethernet порог по количеству подключенных устройств а он особенно у бюджетных моделей и такой уже большой до двух десятков хотя при обычном использовании несколько телефонов планшетов ноутбуков его возможностей вполне хватает немного разобравшись с использованием сетевых технологий в современном быту перейдем к сетям в умном доме освободим картинку от бытовых устройств включая видеонаблюдение хотя я его склонен тоже относить к системе умного дома на сегодняшний день вай фай один из наиболее распространенных интерфейсов для устройств умного дома это и светильники и мониторы качества воздуха и климатическая техника реле розетки выключатели список огромен причем их цена в большинстве случаев привлекательнее чем у аналогов использующими другие беспроводные интерфейсы о которых мы с вами еще поговорим и казавшаяся еще недавно безразмерная вай фай сеть достигнув своего предела начнет преподносить различные сюрпризы вроде периодических отвалов устройств для лечения такой проблемы есть несколько методов использование более мощных рассчитанных на большее количество устройств роутеров расширение емкости сети за счет повторителей дополнительный точек доступа или это на мой взгляд самый правильный путь использование вай фай устройств поддерживающих объединение в меж сеть в отличие от просто нескольких точек доступа меж сеть с точки зрения клиентских устройств прозрачно и бесшовно за счет этого нет момента переподключения при переходе из зоны действия одной точки доступа к другой кроме этого такая сеть предусматривает единое управление сразу для всех своих узлов второй немаловажный аспект в умном доме существует много устройств с автономным питанием от батареек или аккумуляторов такие как датчики температуры и влажности сенсоры движения открытие окон и дверей обнаружение дыма протечек воды и так далее чисто физически невозможно каждому такому датчику провести стационарное питание и использование вай фай даже оптимизированного с уходом в спящий режим довольно быстро выедает всю энергию источника питания что само собой весьма негативно сказывается на отказ устойчивости системы в целом несомненным плюсом использования вай фай является то что для подключения таких устройств не нужна дополнительная инфраструктура все устройства работают непосредственно в сети центрального роутера обмен данными происходит напрямую поэтому в системе умного дома используются и другие намного более энергоэффективные сети такие как bluetooth но не bluetooth classic как например в колонках или наушниках потому что этот протокол предназначен для передачи довольно больших объемов данных и разработан для устройств стационарным питанием или частой подзарядкой и именно это делает его непригодным для целей умного дома поэтому в умном доме используется bluetooth low energy белое который используется для передачи небольших объемов данных на короткие расстояния на аппаратном уровне реализовывая только самые необходимые функции связи экономя заряд батареи полосу пропускания ведь по факту ну сколько данных нужно передать датчику температуры или открытия мизер за счет этого было есть сети могут содержать сотни устройств а заряда одной батарейки хватает на месяца или даже годы но тут возникает закономерный вопрос как же соединить было есть сеть с устройствами и сеть роутера очевидно нужно какое-то промежуточное устройство которое будет выполнять их связку то есть шлюз шлюз должен иметь минимум два может и больше сетевых протоколов тот же самый bluetooth low energy и что-то из стека tcp ap wi-fi или ethernet самих же шлюзов в одной сети может быть несколько к недостаткам этого протокола можно отнести его структуру точка-точка и дальность что делает невозможным использование таких устройств за пределами радиуса действия шлюза развитием этого протокола стал bluetooth ble mesh который использует дополнительные стандарты для создания ячеистых сетей в них узлы могут действовать как ретрансляторы для расширения сети за пределы диапазона любого одного устройства фактически это выглядит приблизительно так связи строятся не только от устройств к шлюзу но и между ними самими устройство ретрансляторы передают данные от других подключенных к ним устройств даже если они находятся далеко за пределами действия шлюза причем все связи строятся полностью в автоматическом режиме но и тут не обошлось без ложки дегтя во первых на сегодняшний день это довольно новый протокол он находится в стадии активного развития и это сильно сказывается на совместимости устройств от разных производителей во вторых устройства которые выполняют роль ретрансляторов не могут уходить спящий режим соответственно им нужно стационарное питание и наконец мы подобрались наверное к самой распространенной на сегодняшний день сети для умного дома zigbee принцип которой во многом напоминает рассмотренный только что нами bluetooth mesh центральная точка для zigbee сети называется координатор он является частью устройства выполняющего роль шлюза который связывает ее с вай фай или ethernet причем сам по себе zigbee координатор может быть выполнен и в например в виде юсб адаптера в таком случае шлюзом будет компьютер которому он подключен устройства ретрансляторы их еще называют роутеры обеспечивают передачу не только своих данных но и позволяют другим участникам сети подключаться через себя тем самым увеличивая и дальность действия и общее количество устройств но ретранслятором также нужно стационарное питание ведь они не могут уходить спящий режим в их роли выступают обычно розетки реле светильники выключатели у которых есть нулевая линия и так далее конечное устройство это все датчики с автономным питанием от батарейки или аккумуляторов большую часть времени они находятся в спящем режиме просыпаясь только при необходимости передачи данных это и позволяет им работать от одной батарейки годами другим преимуществом стандарта можно отнести ячеистую самоорганизовывающуюся структуру благодаря которой радиус действия сети может быть намного больше радиуса и и отдельных устройств а также проработанные стандарты и протоколы что позволяют взаимодействовать между собой устройством от различных производителей также довольно неплохо проработаны вопросы безопасности взаимодействия устройств в этой сети так выглядит реальная карта zigbee устройств на одном из моих серверов управления умного дома звезда это координатор синие линии идут к устройствам роутером некоторые из них имеют прям гроздья дополнительных связей зеленые это конечное устройство нехватка некоторых связи на этой карте это следствие еще не окончательной проработки конкретно этой интеграции но ничего критичного все устройства на самом деле отлично работают мы с вами рассмотрели наиболее доступные распространенные протоколы связи используемые в умном доме но сразу хочу предупредить это не все но более чем достаточно для того чтобы понимать как строить умный дом не претендуя на истину в последней инстанции основываясь только на своем личном опыте скажу что в качестве базового протокола для умного дома наиболее стабильным показывает себя zigbee все-таки ячеистая структура и энергоэффективность значит очень много конечно нельзя на сто процентов прям весь умный дом построить на zigbee все равно будут какие-то устройства использующие другие протоколы но нужно использовать простой принцип все что можно перевести на zigbee нужно переводить на zigbee то же самое касается выбора между вайфай и ethernet все что можно садить на провод нужно садить на провод особенно это касается таких важных и узловых точек например как сервер управления умным домом поэтому своих уроках по установке home assistant это та система которую использую в качестве базовой сервер умного дома я обязательно сажу на ethernet на этом все надеюсь что информация показана в этом уроке было вам полезно и интересно если у вас остались вопросы задавайте их комментариях к этому видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал также напоминаю что все интересные новости обновления а также купоны акции на товары умного дома вы можете прочитать моем telegram канале ссылка в описании до свидания до новых встреч до новых встреч